Тюбинги стремительно набирают не только популярность, но и скорость. 50 км в час, вращение на 360 градусов. Предсказать траекторию движения – задача не из простых. Казалось бы, зима – самая чудесная пора года, но вместе с тем – это и период максимальной травмоопасности. И дело не только в гололёде, не меньше риск для здоровья таят тюбинги. На первый взгляд, ватрушки кажутся безобидными, но это тот самый случай, когда внешний вид обманчив. Тюбинг – это не совсем безопасная вещь для катания на горке, но если он будет маленького размера, чтобы контролировать поездку руками и ногами, тогда это будет более безопасно, не врежешься в столб. Секунда и ты во враге, тормоз в надувных санках отсутствует – это и есть самая большая опасность забавы. Детям контролировать направление и вовсе не под силу. Как итог, в лучшем случае ссадины и синяки, в худшем – вплоть до летального. К сожалению, бывают и случаи переломов. В основном это переломы голени, переломы предплечья и черепно-мозговые травмы. Лечение может затянуться от нескольких дней амбулаторно и вплоть до нескольких недель нахождения в условиях стационара и потом нескольких месяцев амбулаторного лечения в гипсах, на костылях. За полтора месяца более двухсот детей стали жертвами игр на тюбингах. В Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии поступили 48 несовершеннолетних с травмами. В РНПЦ травматологии и ортопедии – 17 с крайне тяжёлыми последствиями. Отправляясь на горки, нужно избегать опасных мест, таких как дорог, железнодорожных путей, линии электропередач, водоёмов и мостов. Важно не только обучать малышей правилам безопасности, но и присматривать за юными непоседами. Отпускать детей одних на горку – не самая лучшая идея, ведь в любой момент детская забава может обернуться визитом к врачу. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.